Всем привет! В этом видео поговорим о том, что TransMash Holding выиграл крупный международный тендер на поставку электропоездов в Аргентину. Министерство транспорта Аргентин объявило российскую компанию TransMash Holding победителем крупного международного тендера по выбору поставщика 70 электропоездов переменного тока. По условиям контракта TransMash Holding поставит в Аргентину 560 вагонов. Это крупнейший зарубежный проект российского предприятия. Его стоимость составляет 864 миллиона долларов. Отмечу, что процесс выбора поставщика в Аргентине занял свыше трех лет. В международном тендере, помимо российской компании, приняли участие известную мировой производитель электропоездов. В международном тендере, помимо российской компании, приняли участие известный мировой производитель электропоездов французская компания Alstom, а также местный аргентинский производитель. Любопытно, что TransMash Holding ранее с полностью российским электропоездом Иволга выиграл несколько крупных конкурсов в России у немецкого Сименса с его ласточки. Теперь же в зарубежном тендере Иволга оказалась лучше французских поездов Alstom. Данный концерт, к слову, владеет 20% акций TransMash Holding. Победа в аргентинском тендере повысит имидж российского предприятия на мировом рынке. Стоит отметить, что TransMash Holding в данное время принимает участие в другом, еще более крупном международном тендере, организованном правительством Израиля по выбору поставщика электропоездов для иерусалимского легкорельсового метро. Стоимость данного контракта составляет 2,5 млрд евро. Победителя тендера должны объявить в следующем году. Что касается поставки новых электропоездов в Аргентину, то они начнутся в 2024 году. Каждый электропоезд будет иметь в составе по 8 вагонов. Российские поезда будут курсировать в Буэнос-Айресе и пригородах. Электропоезд Иволга производится в цехах Тверского вагоностроительного завода. К настоящему времени данный завод выпустил 440 вагонов Иволга для внутреннего рынка. Большинство поездов Иволга работает с 2019 года на московских центральных диаметрах.